Общественных инспекторов по охране труда на коммунальном унитарном производственном предприятии Брестское котельное хозяйство 20 человек, в то время как численный состав работников предприятия составляет порядка 550. А значит, к вопросам, касающихся охраны труда, здесь подходят с особым вниманием. Предприятие эксплуатирует котельные, центральные тепловые пункты и тепловые сети, а также выполняет полный цикл работ в области строительства систем теплоснабжения. Задач много, но эти люди заботятся не только о доставке тепла в каждый дом, но и о безопасности на рабочих местах. На территории Брестского котельного хозяйства мы посетили территорию предприятия, посмотрели социально-бытовое обеспечение работников, выдачу средств индивидуальной защиты. В целом, укомплектованность цехов, наименование инвентаря, инструментов, схемы движения по территории обратили внимание. То есть, то, что в рамках мониторинга мы осуществляем, в принципе, по каждому предприятию, то мы на примере Брестского котельного хозяйства и осуществили. Участники мобильной группы скрупулезно проверили на предприятии основные опасные участки. В процессе мониторинга техническим инспекторам были выявлены незначительные нарушения, которые не составят труда оперативно устранить либо исправить. Основную роль в таком удовлетворительном результате сыграло понимание и соблюдение работающими требований норм и правил по охране труда. Мы плодотворно посотрудничали с нашим проверяющим инспектором, получили от него вполне законные замечания, предложения по устранению их. Конечно, мы это учтем в своей деятельности. Я думаю, что этот опыт общения между Федерацией профсоюзов и нами, работниками предприятия производственного, будет носить характер исключительно только плодотворный. И в конечном итоге он принесет добро и пользу на охрану труда, на вопрос охраны труда. Стоит отметить, что рейды по соблюдению требований охраны труда носят профилактический характер на предприятиях, что положительно влияет на статистику уменьшения травматизма на производстве. Ирина Левчук, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания ВУК-ТВ.